Слушай, пока был в госпитале, тут оказывается еще и, если верить Собянину, Азия вслед за Западом начала войну, а против России экономическую войну. Что там случилось? Расскажи в двух словах, о чем вообще речь, потому что я, наверное, что-то пропустил. Мы вроде как вот тут в сторону Азии поворачивались и с ними активно дружили пару выпусков назад, с тобой буквально об этом говорили. Да, хотели продолжать, а тут оказывается война какая-то экономическая началась, теперь уже со стороны Азии, но кругом войны вообще что-то происходит. Да, это очень интересная тема. Война не война, но уже предвестники боев на технологическом фронте восточного направления наметились. Я, кстати, тоже был достаточно изумлен, когда Сергей Собянин, мэр Москвы, недавно переизбранный на эту должность, на московском экономическом форуме выступая, вдруг пустился в такие откровенности. Собственно говоря, та информация, которую он дослушать или донес, она прямо противоречила тому, о чем говорит разлюбезный Владимир Владимирович Путин, президент российский. О чем речь? Путин как-то вот так давно, достаточно высокомерно, презрительно отозвался о Западе, сказал, ну, это вот лавка технологий, что такое Европа, что такое Запад. Это лавка технологий, где Россия вот за свою нефтегат что-то покупает. Ну, типа закрылось и закрылось, а мы сейчас приметнемся в Азию, потому что мы знаем на самом деле и Южная Корея, и Сингапур, Малайзия, Тайвань, ну, это центры промышленных технологий, разработки, высоких технологий в электронике, в других отраслях. И казалось бы, да, почему бы и нет, видимо, теперь начнем покупать, да покупать эти технологии. И вдруг Собянин, выступая на этом форуме, буквально позавчера разоткровенничался и сказал, что, а вы знаете, ребята, а не получается у нас покупать технологии у наших восточно-азиатских друзей, скажем так, в кавычках. Почему? А потому что они не хотят продавать эти технологии, а говорят, покупайте все изделие целиком, а все изделие целиком покупать, ну, во-первых, это очень дорого, в отличие, например, от технологии, во-вторых, изделие-то мы тиражировать в России купленное не сможем, потому что, чтобы его воспроизвести, в любом случае, нужно опять-таки покупать лицензии и права на эту технологию, которая используется. Нет, подожди, ты вот говоришь такие красивые слова, покупать, вот я нашел эту цитату, а Собянина, там слово покупать не звучит, там звучало в первоисточнике, оно так, никто не хочет дарить нам технологии, да что же это такое, там никто не хочет дарить технологии. И еще и дарить, потому что, да, это полное безобразие. Понимаете, пока мы, значит, 25 лет вставали с колен и занимались распродажей ресурсов в нашей стране, ну, вернее, не мы, а наши великие люди, которые окопались в высоких кабинетах, да, и просто на продаже серия, на продаже ресурсов набивали себе карманы, кто-то разрабатывал технологии, теперь эти гады такие не хотят нам дарить технологии. Как так получилось? Это что за негодяй, это что за русофобия? Я вот этого никак не понимаю. Раз и не подарили. Я вот уже сижу, у меня сосед на Лексусе ездит, и сука не хочет он мне его дарить, русофоб по-любому. Тут какой-то русофоб, негодяй и вообще мерзавец. Я вынужден ездить на машине попроще, потому что он мне его не дарит. И вот что с ним делать? Донос может на него написать, как думаешь? Или войну ему объявить в этой связи, экономическую, может быть, или какую-то... Ну, колеса оставить, все остальное вынести. Да, колеса оставить, все остальное вынести. То есть, видишь, еще в чем проблема? Ведь Путин это же тоже с удовольствием, потеряя свои ручки, не скрывал радости, когда рассказывал, как ловко Россия цап-царап крадет эти промышленные технологии на Западе. Не только покупает, но еще крадет. Он откровенно это сказал. Они там что-нибудь придумают, а мы цап-царап, и все нормально. А вот в Азии-то такого не получится. А может быть, кто-то попытался уже, но по носу получил. Потому что азиаты в этом отношении, они более щепетильны. И поскольку у них там все такие полудиктатуры, они очень тщательно умеют свои секреты сохранять, а их попытки передать, ну, через кого-то же, понятно, эти технологии воровались. Они наказываются очень строго, вплоть до смертной казни, например, в том же самом Китае. Поэтому там гораздо труднее цап-царап-то сделать. Ну, подарить, подарить, конечно, они возмущены, что мы тут, как сейчас, дружим вместе против США, поэтому мы ваши союзнички, ну, давайте делиться уже технологиями, вместе будем в США дальше бороться. А фиг с два, потому что на самом деле любая технология стоит достаточно дорого, чтобы вот так вот ее подарить. Они продать не хотят, не то, что подарить. Говорят прям, вот изделие покупайте, и все, а технологии нет. Это наш эксклюзив. Но вот все-таки, как ты думаешь, а в каких все-таки отраслях, вот, то есть, ну, все понятно. Опять, конечно, там Собянин сказал, ну, ничего, мы справимся. Хотя Путин-то говорил, что все, мы уже все импортозаместили, все, кризис преодолели, пошли вперед. Теперь Собянин опять говорит, справимся, разработаем, значит, там свои новые технологии, микроэлектроники, в нефтегазодобыче и все прочее. Но ведь это же понятно, что технологии-то не за один день все эти придумываются, изобретаются. Это потребуется несколько лет. Вот что это, к чему это может привести в России, как ты полагаешься? Это уже привело к тому, что нашу страну отбросили в плане развития лет на 50 назад, потому что, говоришь, самим надо, не надо, я тебя поправил бы. Этим надо было начать заниматься лет 20-25 назад, вот еще в конце 90-х, в начале нулевых. Многие умные люди тогда об этом говорили, и говорили, слезайте с нефтяной иглы, начинайте заниматься производством, начинайте заниматься наукой, начинайте заниматься развитием. И сегодня мы находимся как раз на стыке, на рубеже веков, мы входим в новую экономическую плоскость, которая в цифровой век, так называемый, в котором технологии, это очень важная составляющая, наверное, одна из самых важных составляющих. А мы все это радостно профукали, потому что с конца 90-х мы эти технологии не развивали, хотя, повторюсь, многие говорили, давайте, давайте этим заниматься, пора уже начинать. Ну вот мы толкали эту сырую нефть, этот вот просто газ по трубе, бабки шли в ответ, ну, рано или поздно, это должно было закончиться. И вот оно сегодня закончилось. Конечно, к нами никто не хочет делиться этими технологиями, но я имею в виду, конечно, я там стебался выше, когда процитировал Собянина насчет подарить, я думаю, что он все-таки имел в виду именно поделиться технологиями, но с другой стороны, почему кто-то должен с нами делиться, поставить себя на место вот этих людей, которые долгие годы занимались разработками, пока другие набивали карманы, а сейчас они должны делиться. Ну, в честь чего? Да, там, грубо говоря, один как по прыгуни стрекозали, это красное пропел, а другой все это время вздрагивал, работал, трудился, не покладая, финансировал эту сферу, может быть, в ущерб каким-то другим, и вот сегодня эти люди должны с нами чем-то поделиться. Да нет, так не бывает. Мы отстали, и это надо признать. Хотя, я думаю, что вот это наше ЦК КПСС, вот, которое у нас продолжает оставаться наверху, вот эти вот старички, средний возраст сегодня представителя власти в России, там, под 70 лет, они даже не понимают, что это такое. Для них это, ну, вот, что-то совершенно непонятное, какая-то клина. То есть, если у нас президент открытым текстом, радостно говорит, а я не пользуюсь мобильной связью, и все ему вторят, да, какой он молодец, да не пользуйся, ради бога. Только вот если ты ей не пользуешься, это не значит, что весь остальной мир ей тоже не пользуется. Вот мы пришли сегодня, мы с тобой сейчас ведем эфир посредством высоких технологий. Можно ли было представить себе еще там 15 лет назад, 20 лет назад, что вот так вот запросто, да, включив компьютер, поставив какую-то небольшую камеру, у него такие вот, как раньше были, 20-килограммовые, а маленькая камера я дам, да, вот при помощи даже вот обычной, вот такой вот железки мы сможем с тобой вести прямую трансляцию. Возможно, это было представить 15 лет назад, нет. Когда вот эта штучка, это же не просто телефон, это по сути целый мир у тебя в кармане, в котором закачаны все библиотеки мира, в котором есть все там какие-то научные работы, все статьи, существующие в природе, там и плюс какие-то вещи, которыми мы когда-то пользовались по отдельности, это и телевизор, и компьютер, и видеокамера, и музыка, там аудио, видеоплеер, все что угодно. То есть это все тоже высокие технологии. Я очень много раз приводил, например, когда мне говорят, почему он столько стоит, вот эта вот штука, да, там такая дорогая, там от 10-15 тысяч и выше, там вот сегодня продают те же айфоны, да, вот новая модель вышла, это 15-й про, по-моему, 300 с чем-то тысяч, там 350 что ли тысяч рублей, он стоит, ну, на наши деньги, это где-то, я сейчас даже не... Ну, до хрена, короче. Вот, и все говорят, а что там стоит, железки, болты и гайки, он действительно железки, но платим-то мы не за железки, болты и гайки, мы платим как раз за технологии, мы платим за чем-то, а за чей-то интеллектуальный труд, и он сейчас везде, куда не плюет, и с этим ты ничего не поделаешь, остановить технический прогресс, ну, невозможно, в принципе, я думаю, ты со мной согласишься, как человек, который всю жизнь, да, там работал по сельскому хозяйству, даже в сельском хозяйстве сегодня, вот, уже существуют такие трактора, которые, в принципе, без тракториста могут ездить и работать, они уже существуют, они уже есть, да, что помогают, облегчают труд, помогают, там, какие-то технологии выстраиваются, там, технологии орошения, полива, это тоже все технологии, которыми управляют компьютеры, там, совершенно... Да, вот, вот, тут надо как раз разделять все-таки, да, сами по себе технологии орошения, мелиорации, это все у нас давным-давно было разработано, еще во время Советского Союза, а вот управление с помощью компьютерных технологий, это да, то есть самая большая опасность, как я вижу, для технологического развития России, это, конечно же, отсутствие своих мозгов, и за минусом тех мозгов, которые все-таки в Россию худо-бедно импортировали, а теперь этого нет. Более того, я такую тенденцию наблюдаю, что даже и уже готовые изделия, они как-то вот все примитивизируются. Приятель мой, компьютерщик знатный, из Томска, да, еще написал, что он попытался купить себе новый лэптопик, и оказалось, что, во-первых, CD-ROM-ов уже нет практически, невозможно найти модели, где CD-ROM-ы, а, во-вторых, портов USB все меньше и меньше, то есть чтобы там подключить, например, микрофон, мышку и флешку вставить, это уже невозможно, продают только с двумя там USB-портами изделия. А теперь, значит, еще и пропала вообще кнопка подключения, да, значит, питания. То есть только надо открыть компьютер, она тогда заработает и закрыть. А вот меня очень беспокоит состояние как раз авиации, ведь авионика, она тоже целиком и полностью фактически импортировалась в Россию. Так что, как ты думаешь, самолеты начнут падать? Что вас об этом говорят? Нет, ну я на самом деле не очень, не очень верю, что самолеты начнут падать, потому что мы все время как-то забываем о том, что просто раз ты про самолеты, отвлеклись немножко не по теме. Я не верю, что они начнут падать, хотя бы потому, что подавляющее большинство самолетов, они все-таки находятся в лизинге, это очень дорогостоящая машина, и владелец самолета, да, лизингодатель, да, авиакомпания, там условно какая-нибудь победа летает на этом самолете, но принадлежит-то он какой-то конкретной лизинговой компании и стоит он там 50-100 миллионов долларов. И владелец этого самолета не очень заинтересован, чтобы он упал, поэтому когда вот начинают кричать, что ввели санкции, мы перестали поставлять запчасти и так далее, я думаю, в этом плане нас просто, мягко говоря, вводят в заблуждение. Ну нет заинтересованных людей, которые бы хотели, чтобы их машина за 100 миллионов разгрохалась, мы, по-моему, с тобой эту тему поднимали. Вот, а по поводу всего остального, ну вот простой пример, я тут на Медне, ну не на Медне, там где-то некоторое время назад побывал-то в Ставропольском крае, в Ставропольском крае у меня один мой знакомый, совместно с китайцами они построили кирпичный завод на основе высоких технологий. Причем кирпичный завод, который выпускает объем кирпича, сопоставимый с объемом ближайшего их конкурента, там в 100 километрах находится еще один кирпичный завод, со времен Советского Союза, еще такой советской постройки, вот они выпускают сопоставимый объем, они являются конкурентами. Но у конкурента завод работает по старой советской схеме, то есть там работает 300 рабочих, которые вручную делают все эти кирпичи, а вот у моего приятеля на этом китайском заводе, ну там СП, это не его личный завод, это совместное предприятие с китайцем, у него там какая-то доля у них, никогда не угадаешь, сколько народу у него работает на заводе. Повторюсь, объем кирпича точно такой же, как на заводе, на котором работают 300 человек. 8 сотрудников у него всего. 8, ну вот опять 5-10 хотел сказать. 8 человек, 8 человек, да, потому что там все полностью автоматизировано, и по сути вот эти вот сотрудники, они выполняют функцию операторов. То есть они сидят за компьютерами, нажимают на кнопки, ну и смотрят, что все там, все везде хорошо работало, где-то там вызвать какого-то мастера, что-то где-то смазать, да, что-то где-то там подкрутить какой-то проводок. Вот, 8 человек против 300 человек, да, на заводе конкуренте. А теперь, ну ты же прекрасно понимаешь, как подавляющее большинство умных людей понимают, самая большая статья расходов у любого предприятия какая? Фонд оплаты труда, верно? Вот это самая большая статья расходов на любом предприятии. Ну давай примерно прикинем. Вот, значит, завод моего приятеля. Даже если представить, что он своим сотрудникам платит очень большие зарплаты, тысяч по 100 рублей. Сколько он в месяц отдает денег на зарплаты? Меньше миллиона, верно? Ну 8 умножаем на 100 тысяч. Ну хорошо, там плюсом. Налоги. Налоги. Миллион. А теперь давай посчитаем, сколько тратит его конкурент на фонд оплаты труда, у которого работает 300 человек, и которым он, допустим, платит... Он маленькие зарплаты платит. Скажем, по 20 тысяч рублей. Этот по 100, этот по 20. Ну давай посчитаем, там плюс налоги, да, по 30 получается. Давай посчитаем, 9 миллионов. То есть, понимаешь, мой приятель в 10 раз меньше тратит денег на сам производственный процесс по самой большой статье расходов. А значит, что это означает? А это означает, что у него конкурентоспособная цена. Он может снижать цену на свой кирпич ну там до каких-то серьезных-серьезных очень показателей. Он может ее на 50% скинуть. Чего не может сделать конкурент. Вот. Вот она, пожалуйста, конкурентоспособность на рынке только потому, что предприятие автоматизировано. А я думаю, что все это будет продолжаться дальше. И когда-то мы дойдем до того момента, когда вот такие вот заводы можно будет выносить куда-то, где не живут люди, дабы они не отправляли атмосферу. И они могут там где-нибудь, не знаю, в Сибири работать, где никаких ни людей, никого нет. Ими будут управлять дистанционно. Я думаю, что тоже недалек такой момент. Но сейчас мы идем по тому пути, что все это будет не у нас. Мы по-прежнему будет стоять этот Стаханов у Мартена, долбать ломом эту Мартеновскую печь, чтобы оттуда сталь потекла. Но это вчерашний день. Мы отброшены в каменный век. И самое печальное, что мы не занимаемся развитием вот этой цифровой экономики. Мы болтаем языками об этом уже два десятилетия подряд. Но ни хренище не сделали для того, чтобы продвинуться хоть на шажок вперед. А самолеты, да, ты правильно сказал. Сегодня Airbus, например, он делает полностью автоматизированная система. Там у него электроникой напичкана настолько, что в принципе пилот там по большому счету нужен процентов на 10-20. То есть пилот также выполняет функцию оператора. Вот он на взлет пошел, определенную высоту набрал, воткнул автопилот, и автопилот уже этим самолетом управляет до самой посадки. То есть пилот нужен, грубо говоря, на взлете, на посадке и при нештатных ситуациях. Когда-то, может быть, дойдет до того, когда пилоты совсем не нужны будут. Сейчас, вот говорят, автомобили уже начинают пытаться производить, которые тоже ездят без водителей. Это все уже, в принципе, истории завтрашнего дня. Но, опять же, не для России, потому что мы все это профукали и сейчас ходим, по-моему, с протянутой рукой. А подайте, а никто не хочет подавать, потому что все прекрасно понимают, что лучше, чтобы мы впали в зависимость от кого-то и ходили попрошаячим. Мы упорно, повторюсь, не хотим принимать этот урок и упорно не хотим двигаться дальше. Стоим, топчемся на месте и думаем, где бы цап царап. Но так долго продолжаться не может. Ты же это прекрасно понимаешь. Да, оно уже, по-моему, закончилось. Кстати, по поводу самолетов, тут тоже все не так просто. Ты же помнишь, недавно большой самолет, куча пассажиров приземлился на пшеничное поле под Новосибирском. Но, слава богу, что все закончилось благополучно. Но компания, которая является собственником самолета, развела руками и сказала, а мы ничем помочь не можем, потому что этот самолет находится под санкциями. Все. Поэтому, конечно, здесь проблем может быть и в авионике очень много. Но меня больше всего, конечно, беспокоят и те технологии высокие, которых лишается сейчас России доступ к ним, применяемые именно в нефтегазодобыче, как я говорил, и в строительстве. Даже лифты теперь не могут нормальные поставить в многоэтажках. И лифты, которые гарантированно бы не падали. И в строительстве, самое главное, и в производстве пищевых продуктов, и в том же самом сельском хозяйстве. Это дело не только в рожении, потому что возьмем птицефабрику, свиноферму. Там тоже сейчас, если это крупнотоннажное производство, все находится под контролем искусственного интеллекта теперь. И, естественно, малейший сбой приведет к тому, что там температура, например, или резко повысится, или резко упадет, и погибнет абсолютно все поголовье. А это уже чревато и дефицитом продуктов с последующим переходом на массовый голод. То есть высокие технологии сейчас, они настолько пронизывают все сферы нашей жизни, что стоит прикрыть где-то только вот один такой канальчик, оно как в домино начнет потом все рушиться абсолютно. И поэтому это на самом деле серьезнейший вызов теперь перед режимом Путина. Лишиться доступа к высоким технологиям в Европе, а теперь еще и в Азии. Мне кажется, что это катастрофическим последствиям уже для России грозит. Давай какую-нибудь прощальную речугу. Ну, моя речуга, как всегда, полна оптимизма, потому что жизнь богаче любых наших фантазий. Не знаю, что на самом деле случится с нами и с Россией уже завтра. Конечно, наша программа называется «Россия без будущего», но мы все-таки верим и предупреждаем все самое страшное, проговаривая его вслух. Может быть, тогда этого и не случится. Будем верить все-таки в лучшее. Ну, дай бог, чтобы нас люди, по крайней мере, слышали, слышали, хотели слышать. Как-то так. Это была «Россия без будущего», совместный проект реальной журналистики АРУ-ТВ. Меня зовут Александр Романенков. Мой соведущий Андрей Кузичкин. Увидимся, услышимся и очень скоро. Удачи вам, любви и терпения. Все, пока. Пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова